Всем привет! Привет! Вы на канале Стритцевтели. Я Света. А меня зовут Кристина. Мы две сестры вместе делаем блог по похудению. Немного мы уже похудели. И ходим дальше. И сейчас у нас такой ветер поднялся. И утром даже я заберзла. Взяла я даже куютку. Ну не куютку, а витовочку такую легонькую. Ну потом она не пригодилась. Сейчас уже опять жарка. У нас в парке дерево повалило. Большое. Валяется. Вот там все снимают, идут. Но сейчас уже меньше ветер стал. Ночью был сильный. Большие порывы ветра. Я приманила Кузю, потому что он бегал на улице вместе с Лисиком. Приманила, закрыла. Но это в 10 часов. Их гладила, убаюкивала, и они уснули все-таки. А то они собирались там бегать по улице. Да их ветками залезут на дерево. Их там грохнут на дерево. Ну или ветром унесет ураган. Потому что предупреждение-то было, что ураган. Девочки, у нас нет ураганов. Смерчей нету. Просто сильный ветер был. Просто сильный ветер. Ну, порыв. Как-то порывами. Вот в этот момент, наверное, вот эта старая ветка на пол дерева и обломилась. А теперь опять жира и тепло. Ну хоть нету этой дуготы плюс 40 с утра. Я думала, что там снимала, по центру прогулялась с утра. Там было плюс 26. То есть вчера так душно было. Прям жарко-жарко. Да-да-да. Сейчас хорошо. А я сегодня уже кофе без тебя попила ровно в 8.00. Я хочу кофе. Я такая прохожу. А в 8.00 он открывает? Да. Иду слушаю рэпчик. Рэпчик? Ты сабы сорок слушаешь. Ну что-то слушать рэпчик. Иду слушаю рэпчик. И такая, захожу. И только дверь открывать. И такой мужчина военной форме. Такой дверью. Схватил за меня дверь. И такой, я вам открою. Такой красивой девушке. Он такой вот в отставке уже или как? Или помолошь. Лет сорока. А-а-а, да ты че? Да. Я подумала, может быть, мои новые бриджики сыграли. Да кому нужны твои бриджики? Мужины ведутся обычно на взгляд веселый, радостный, счастливый. Ну, конечно, я шла еще пританцовывала под рэпчик. Ну вот, на позитивчики. Мужины любят, когда на позитивчики, девчата. Надеюсь, Андрюша не будет этот ролик смотреть. Не знаю. Если завтра ты не придешь на работу, значит, он посмотрел. Нет, так главное... А ты закопана в погребе. Нет, у нас нету погреба, во-первых. Ну, в лесочке. В лесу, пожалуйста. Нет, у нас только эти, посадки. Черная борода. И вообще там синяя борода. А, синяя борода. Ё-моё, си, ты не путала. А Андрюша черная, вот и черная борода будет. Да главное, иногда он не смотрит месяцами, а потом, как-то я захожу домой с работы, а мы там со света сидим на мукбанке. А, он смотрит. Да, смотрит на большом этом экране. Такая, боже мой, что ты смотришь? Выключить их двух куч. Он такой, а что? Я как, мне уже что-то не забыла. Он, наверное, по тебе соскутился. Да, я уже забыл, решил посмотреть. Девчата, у нас куча тут комментариев. Так, сейчас одну секунду. Девчата, в зажори я не ушла после диеты, спрашиваю. Держусь нормально, вот в тренажерку сходили. Аппетит был хороший, но я съела салатик с воегом и все. После тренажерки. И завтра в тренажерку идем. Чувствую, животик так хорошо спал. Ну, классно себя чувствую. Просто многие спрашивают, как после диеты. Там, сорвалась или еще что-то. На БЛА. Я думаю, в понедельник у меня даже и не будет никаких непривесов. Ну, как вот устаканился тот вес. Потому что я вот по телу чувствую, что я не это, не как сошли отеки. Знаете, как говорится. Что от вес был. И он остался. Надеюсь. А я уже позавтракал. Конечно, надеюсь, что еще будет минус. Ну, слишком нельзя надеяться на такое. Ты уже позавтракала? Я же говорю, я по центру ходила с утра. Потом выпила кофе. Потом пришла в офис. Съела свой обед, который принесла. Ты пестала. Не свет, не зря, да? Я ей Свете говорю. Она такая мне говорит. А, ты уже позавтракала? Я такая говорю, да. Грудинку курину съела. Ну, она грудинка звучит. А я хотела сказать грудку, а потом грудинку. Как будто целую я грудиную-то курину съела. Это тоже полседьмого стало. Ну, там, пока Яну сабайла, мы в лагерь уехали. Как ей в лагерь нравится? Очень нравится, да. Они-то вчера в бассейне плавали и гуляли в пае. Под Дубного ходили. У них там свой личный бассейн накачанный. Знаете, такой это домашний бассейн накачанный. И большой. И вот там детишки сначала девочки плавают, потом мальчики плавают. Очень нравится. Это когда Жайка. Сегодня, наверное, не будет. Не будут плавать. Но я ей не дала сегодня купальник. Сегодня Дубах. Ты очень плохая мальчик. Ну, Ветер холодный. Ты же мне помидоры не закидать. Да я теперь жалею, что не дала. Наверное, на днем будет Жайка. На днем плюс сорок обещали. И потом, ну, Егору я не дала трусы там переплетать. А я ей дала носки и культку. Практически чат. Видите, как ветер сбывает. Сегодня мы плаваем в бассейне. И там, Егору я не дала оплавки. Потом другая пишет, например. Семену я не дала оплавки. И там целое это. Ну да. Все сорок человек пишут. Что никто не... Все без плавок. Без купальника. Да. Ой, ты думаешь, там одна ты собирала что-ли? Да ладно, один день побудет без этого. Она до конца лета там будет отдыхать. Поэтому она успеет еще наплаваться. Ничего. Завтра она еще с бабушкой на море пойдет. Ну да. И я с ней ходила на море. Один день переживет. Да. Кто-то всегда спрашивает, часто спрашивают, как мама чувствует себя после операции. Уже прошло больше года. Она себя очень хорошо... А мы про папу вообще не говорили, что он операцию делал. Да. Папа тоже делал операцию. Тоже на торже-то забедренный сустав. Месяц прошел. Все спрашивают, сколько это стоило. Это стоило бесплатно, девочки. Ну, по очереди. По очереди, да. Вначале съездили из Краснодар. Потом только через полтора года папе дали... Папе дали через полтора года, маме где-то через год. Записываться надо вперед. Вот уже там почти все поломано. Еле человек скрюченный ходит. А именно каталки. А его ставят в очередь. И только если до него, может, через год, через два дойдет эта очередь. Так что, если у вас уже что-то болит, надо идти заранее. А то пока она значит, знаете, год-два пойдет. Потому что на самом деле привозят, наверное, на этой каталочке. Потому что человек ходить уже не может. Настолько сустав этот стер. Вот. И... Ему надо оба менять. И колени там тоже с проблемами. Ну, только по одному меняют. По одному суставу какому-то. Вот. И мама потом... Ей давали путевку на 20 дней. В санаторий. В санаторий. Что по восстановлению. Не знаю, папе дадут или нет. Как-то откажем ему по-разному. Кому-то дают, кому-то не дают. Если бы он не отказался, то еще такой странный. У нас папа еще возьмет отказица. Мне кажется, он уже не откажется. Он уже не в том... Нет. Папочка, не вздумай отказываться. Пожалуйста. Они смотрят наши ролики. Там хоть по-филлу всякие делают лечение. Ну, он уже ходит на костылях. Более-менее так. Ну, уже больше месяца прошло после операции. Уже отеки сошли почти. И ходит он уже нормально. Ну, на костылях. Я хотела сказать... Мы вообще начали с другого. Не знаю. Что мама, бабушка уже с Яной ходила на море купаться. Она уже ходит далеко. Без костылей мама ходит. А по-на костылях? А в центр, если за продуктами ездит, она с палочкой все равно ходит. Чтобы быстро перемещаться. Так что вот такие новости. Вопросик. Ой, смотрю вас и хохотаю. Если у меня в доме есть дыня, я спать не буду. Я буду всю ночь вставать и жрать ее прямо, не отходя от холодильника. Успокоюсь и усну только, когда дыня закончится. У меня дети все лето вместо цветов приходят ко мне с дыньками. Вот, любовь к дыням. Это вот Кристия любит очень. Я дыню так люблю больше, чем арбузы. А я так с арбузом не заснула, если у меня арбуз будет. Ну, сейчас-то я знаю, что это нельзя прямо так. Раньше бы могла вот эту... Андрей у меня любит арбуз. Мы купим арбуз и дыню. Он потихоньку режет этот арбуз пару дней. А я эту дыню за один вечер съедала. Сразу же. Пол дыни проходит какое-то время. Там уселась, она улеглась. И потом вторую половину. У меня летом вот с конца июля каждый день арбуз в холодильнике. Там задолбежься таскать. Вот это самое фиговое. Они все тяжелые. Но я каждый день с вами покупаю арбуз. По домам же развозят. Там можно купить. Да у нас там редко. Это ж кратерия. У родителей в частном доме там часто. У нас тоже там каждый день. Там кричат арбузы, да и не покупайте. Там ребята, то азербайджанцы привозят, то цыгане. И большие, хорошие, спелые арбузы. Не, ну приходится тащить с АНТЛ. Получается, к воротам подвезут. Ну чуть-чуть подороже на 3 рубля. Для нас только в магните, но там я не покупаю бузу. На 3-5 рублей подороже, чем на рынке. Но с рынка до дома надо сколько ково донести. А так тебе ребята к дому подвезли. Вот я в Пеликане иногда покупаю. Это обычный магазин такой. Большой, не магнитовский. Вот там тоже вкусно. Там вот они у ребят и покупают, наверное, у тебя бузы. Ну, может быть. Следующий комментарий. Скорее бузики появились. Но они уже начинают. Скорее уже будут. Я недавно ваша подписчица. Тоже смотрю вас не из-за похудения. Спасибо большое. У меня и так аскетичный образ питания с детства. Больше 58 никогда не весила. Сейчас вообще 48. Но я соблюдаю правила питания. И в принципе не голодаю. Но и потом, да, я обожаю мясную пищу. Но и жирную. У нас в Беларуси новинка из свиной шкуры чипсы. Я так попробовала, чуть не... Я как-то попробовала, чуть не стошнила. Но некоторым нравится. Шоколад тоже люблю. Больше молочный. Но с чаем. А так не понимаю, как не запивать сладко. Девочки, а где вы работаете? Так, все по порядку. Чипсы, я в шоке, что такая новинка появилась. И свининые чипсы. И свининые шкуры. Да, и свининые шкуры. Прикинь. Но они так засыхают. А если там еще такие волоски попадают? Наверное, когда посасываешь, он так расслаивается. На вкусненько. Не знаю. Прикольно. Блин, что только не придумаешь. Значит, как-то не ахти. То сало в шоколаде, то еще что-нибудь такое. Да. Запивай, да. Ну, в принципе, можешь шоколадку так слопать, и не запивай. Это хорошо, что у вас аскетичный вот этот обоз еды. Потому что обычно как сел, нажался, как помело. Как параска. Наелся, как параска. Затвала. А когда по чуть-чуть, там это, прекрасно. Всегда будете элегантной, тоненькой, хрупкой дамой. Девчонкой. Такая вот так. Да. Так, и где вы работаете? Сестры цевтели, бодра, женская одежда. Устрою канал, мы там торгуем для пыши девчат. Ну, как для пыши? Пятидесятого размера. От восьмого. Ну, пятидесятый это уже плюсай считается, размер. Это все уже большие размеры. Да. Многие не могут с этим смириться. Вам, наверное, там нечего будет купить. Уж тайняшка. Многие так обижаются, когда им просто пишу их настоящий размер. Девчата вот параметры напишут. А я говорю, так, ну тогда юбочку пятьдесят четвертого кладем, туничку пятьдесят четвертого кладем и джинсики. Тридцать, там, тридцать два, тридцать четыре. Ну, смотря какая модель. И все, потом мне не отвечают долго. Ну, и в свете тоже такое бывает. Мы просто пишем, ну, расписываем, какие размеры у человека уже по заявкам. И все, человек долго может не отвечать. Ну, это пятьдесят процентов. А потом я спрашиваю, ну, так что вам расписывать с пересылочкой? И потом начинается, у меня не пятьдесят четвертый. А пятидесятый. У меня всегда был сорок восьмой. Ну, вот у меня тоже, как бы, сорок восьмой. Но я когда разъелась, у меня было пятьдесят шесть, а понизу пятьдесят восемь. А в голове оставалось, ну, чуть-чуть набрала. Ну, ладно, пятьдесят пятьдесят два максимум. Ну, когда я узнала, что я жопа пятьдесят восьмого, это я просто хотела утопить. Да. И вот девчата тоже, кто не осознавал, что до скольки они исполнили, начинаются проблемки очень большие. Ну, это же юбочка слушала. Юбочка же, юбочка, мне как одна девушка написала. В талии или где-то. Я поправила чуть-чуть. Ну, она же тянется немножко. Я говорю, ну, на четыре размера. Ну, не на двадцать сантиметров тянется она в талии. Где-то там слушала, в какой-то стороне, для осознания своего веса, размера. Где-то в Европе, да. Да, дают колготки на два размера меньше и заставляют их одевать на себя. Девушка работала на фабрике по изготовлению колготок. Или это мы комментарии почитали, не помню. Только мы читали там или не читали на видео. Ну, давайте повторим. И ее заставляли, когда вот эта проверка была колготок на прочность, одевать на два размера меньше. Порвутся они или нет. Ну, так производили они, чтобы они хоть крепкие были. И она говорит, а зачем это все нужно? Она говорит, а там мужчины, которые разработчики, говорят, потому что женщины на два размера себе врут. Сами себе врут. На два размера. Вот такая вот история. Но мы теперь уже знаем, что даже не на два, девочки. Не на два. Например, даже вот все параметры 62-го, а мне девушка пишет, я 54-го. И мы всегда спрашиваем, пишите, пожалуйста, напишите свои замеры. Да, лучше замеры 5 сантиметра. Я смотрю по аватарке, что там 66-й размер. Думаю, может, она мать свою выставила на аватарке. Я такая говорю, девушка, напишите, пожалуйста, свои замеры. У меня пишет 4-й и все. Напишите, пожалуйста, замеры. И все. И она начинает писать. 132, грудь, бедра 145. И пишет, что у нее 54-й размер. Девочки, ну вы представляете, это 60-й какой? На 5 размеров, на 5-6 размеров. Человек себе настолько не верит в зеркалу, что... Ну, большинство, конечно, угадывают, знают свою размеру. Если пишут, большинство реально сходится. Там, у меня 56-й. Хотя бы приблизительно. Все равно один размер не сходится у них. Ну, все равно они хоть рядом. Около него хотя бы крутятся. Хоть если 48-й, хоть там 50-52. Хоть вблизи. И так, ой, да я студентка была 48-го. Ой, 5 сантиметров разъела. Ну, вроде как ничего. Видимо, замечает человек. Но когда вот так вот, на столько много килограммов... Уж походим. Уж походим. Я слышала тебя. Я тебя слышала. А, про работу мы уже ответили. Так. Следующий комментарий. Когда мы только начнем вставать, у меня начнет прыгать все в глазах. Я уже не прочитаю ничего. Хорошо. Девочки, слепая, как курица, когда прыгает все. Я ничего не вижу. Солнце сейчас светит. У меня вообще все блестит. Экран. Все плывет. Я не знаю, может, пара кокулисты у нас ходить на место. Все тогда. Мне хочется подошвы в очках не ходить. Нет. Девочки, здравствуйте. Вы такие классные. Вы что-нибудь слышали про ультразвуковую кавитацию и вакуум-антицеллюлитный массаж? Я только вакуум слышала, антицеллюлитный массаж. Вообще, массаж – это очень классная штука. Но если соблюдать питание и споят, тогда она офигенная, конечно, штука. А если опять плохо наелся, не споят никакого, то он нанесет все это дофеник. Этот вакуумный массаж. И я там узнала у одной женщины, которая делает массаж вакуумный в салоне красоты в одном. Не буду рассказывать. Это будет, наверное, антиреклама. У меня нет даже медицинского образования. Да ну и что? Массажисту не обязательно медицинское образование. Многие ходят без медицины. Вообще без всякого. Даже без корочек ходят. Многие. Но я боюсь это ходить. Потому что я смотрела тогда одну передачу, женщине понадавили шею, вот это вот. Нет, но есть же массаж целлюлитный, антицеллюлитный и все. Ну, конечно. Она просто ходила в салон на массаж. Вот это вот плечевой, вот этот вот. Весь плечевой, как сказать. Смотря какой массаж. Короче, все плечи шею делала, разминала горб вот этот вот, типа от жира. Ей разминали, разминали. Да, от холки, от жировой вот этой холки. Ей разминали, 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 разминали. И у нее как раз инсульт случился после этого разминания шеи. Потому что что-то ей там размяли какие-то сосуды в шее. И у нее сразу же инсульт произошло в эту же ночь. Может, это совпадение? Может, это совпадение? Может, она насосы там 10 грядок переполола. Ну, там, короче, есть вот около головы на шее какие-то сосуды, которые трогать сильно нельзя. Вот. И без образования лучше, если вы шею, не без образования. Вот, надо идти в какой-то санаторий или при больнице массажист. Вот там массажировать. Ну, тут целлюлитные поверхности, конечно, можно вот этой палкой водить. Ну, я же по антицеллюлитной говорю. Понятно, что какой-то там здоровительный массаж или какие-то еще восстановления связок, еще что-то. Это понятно, наверное, только с медицинских. Ну, да, ЛФК всякие эти тоже в медицинских центрах проходить. А вот первое я не слышала ни разу. Или там кастоправа. Ты слышала, что там первое? Нет, это первый раз это слово. Ну, да. Вот, звуковая какая-то кавитация. Нет, у нас такого, ну, я не слышала. Обычно реклама же везде висит, но такого я даже не видела, не слышала. Вот, я даже, честно говоря, боюсь, знаете, на лазерную эпиляцию идти, если честно. Вот это, будут каждую луковичку выжигать. И я что-то, знаете, побаиваюсь. Ну, мне кажется, еще, ну, вот с этим явлением до старости пока никто не дожил. Ну, уже, то есть, после лазерной эпиляции. Там и есть противопоказания, там же с подмышек, там же всякие инфоузлы, и там противопоказания есть. Ну, там с подмышками они прекрасно удаляются. Да, я же говорю, ну, развитие рака может быть и всякая хрень. Имеется в виду, это все равно довольно-таки новое все, и люди еще до старости не дожили, как ее придумали, эту лазерную эпиляцию. И я просто думаю, думаю, я бы хотела удалить навсегда волосы на руках, например, и мне что-то страшновато. Так они все равно не удаляются на всю жизнь. Они удаляются. Не удаляются, такие, как у тебя, они не удаляются. Там противопоказания. У кого толстая и грубая шерсть, они не удаляются навсегда. Это заблуждение. Они же выжигают луковицу. Ну, вот у вас, посмотри. В других луковицах оно растет, конечно, но можно выжить всю луку. Нет, они все равно появляются. На жопе? Не на жопе, на руках, на везде, где ты с этого сжигаешь. На руках выжгала, на жопе появилась. Сильно белые тоже противопоказания, они не видят их, этот лазер. Ну, будем ходить без тринга. И слишком, как вот у медведя, они тоже не это, не... Тоже противопоказания, они тоже потом появятся. Они могут полностью убраться только у среднячков. У кого средняя волосистость, у кого не сильно густая, у кого она не сильно густая, ни у кого она нормального цвета, среднего. Не белая и не черная, средняя. Господи, мы опять... О чем? О моих волосах. Рассказываю. Мои тоже не подойдут, они слишком белые. Короче, у меня противопоказания и у тебя противопоказания. У тебя слишком темные, слишком белые. Мы в чем время, девочки? Представляете, там случайно услышат, что вот вы включили на кухне наш ролик, а муж тоже там проходит и думает, вот боже мой, ты опять этих двух куч смотришь? Да. Они там то про натертые ляжки, то про волосы, то про этот стул какой был. Ты видишь, я незаметно тебя подвела к кофейне. Да, и видишь, я правда уже кофе здесь выпила сегодня. Ну я-то не выпила. Ну да, пойдем все равно. Мне-то надо допинг. Пойдем все равно в кофе. В кафе. В кофе. Нет, пойдем в кофе. Подожди, давай посыпаемся. А там вкусные эти какие-нибудь. Вот на фоне вот этой, сразу личико какое становится беленькое. Вот этот фильтр на 5 градусов стоит, конечно. Ты поставила сегодня фильтр? Да, поэтому у меня ни одной мафии нет. Света, мы же всегда против фильтра. Я же тыкала-тыкала там в телефоне и натыкала. Думала, надо попробовать с фильтрами. А ну возвращайся на место. А надо паузу делать. Давай сделай паузу и покажем все мы без фильтров. Ну вот же фильтр. Вот мои венки. Любимые машинки. Как их? Красные точечки? Не красные точки, а красные жилы. Венки может. Красные вены на место вернулись. Вот привычное лицо. А тут там какое-то, они смотрят, что-то такое беленькое сильно. Да беленькое. Девчата, мы побежали в кафе, потом на работу, а завтра мы пойдем в тренажерный зал. И скоро мы узнаем, какие у нас будут отвесики или плюсики. Ой, мне так интересно. Будет ли у меня плюс? Если ты пойдешь на море, поснимаешь? Да холодно, я не пойду на море. А, ну ладно. Для меня это холодно. Конечно, плюс 30 днем. Ну, Витя холодный, сама иди на море. Ну все, девочки, ну пошли. Все, мы пошли. Пуфей. Ой, ты так холодно. Пуфей. Да, я в шарфу. Ты тоже в мышку? Да. Давай. На завтраке пью чай и ем бутерброд хлебец вместе с семкой слабосоленой. И 10 граммов сливочного масла 82%. Много зелени. На десерте буду есть мягкий творог 0,1% и малина 50 грамм. Чай без сахара. В обед я ем куриную котлету. Одно жареное яйцо. Жарила на сухой сковородке. Отварная гречка 80 грамм. Помидоры, листья салата. На ужин я буду есть тушеные шампиньоны, салат, капуста, морковь и 2 яйца отварных. ДОНГЕБЫ Субтитры сделал DimaTorzok